Здравствуйте, дорогие телезрители! Вы смотрите программу в центре внимания. 17 по 20 декабря в Архангельске пройдет конгресс под названием «Содействие развитию институтов гражданского общества». О предстоящем событии и о жизни некоммерческих организаций нашего региона сегодня мы поговорим с министром по местному самоуправлению и внутренней политике Архангельской области Натальей Кадашовой. Наталья Александровна, здравствуйте! Здравствуйте! В начале программы хочу попросить вас немного подробнее рассказать о предстоящем конгрессе. Кто будет принимать в нем участие и какие задачи ставят перед собой организаторы? Четвертый Северный гражданский конгресс стал у нас уже традиционным. Он проводится с 2010 года и сегодня мы активно очень участвуем в подготовке этого конгресса, в организации, приглашаем огромное количество гостей. Говорят слово не просто так. Гостей будет в пределах тысячи человек участвовать в этом конгрессе. Организаторами конгресса, конечно, является Министерство по местному самоуправлению и внутренней политике Архангельской области, общественная палата нашей Архангельской области. Также мы приглашаем Архангельский центр социального партнерства «Гарант». И мы проводим это мероприятие при поддержке Министерства экономического развития Архангельской области и высшей школы экономики управления Северного Арктического федерального университета. То есть достаточно серьезный, скажем так, штаб организации этого конгресса. Кроме того, активное участие принимают сами некоммерческие организации в конгрессе. В нашем конгрессе будет проходить большое количество площадок, их будет всего 28 круглых столов, дискуссионных площадок, клубов по интересам. То есть очень большое количество мероприятий именно для членов некоммерческих организаций. То есть на этих круглых столах мы будем обучать наших НКОшников тому, что сегодня в России по этому направлению является приоритетным. То есть приглашаем всех представителей некоммерческих организаций Архангельской области принять активное участие в нашем конгрессе. Каждый год в рамках конгресса проходят интересные, особенные мероприятия. Изюминкой этого года станет выставка ВДНХ. Расскажите, пожалуйста, немного об этой выставке. Да, это действительно у нас такой новый проект по названию. А вообще выставки тех проектов, которые реализованы на территории Архангельской области некоммерческими организациями, проводятся у нас в течение всех конгрессов, которые мы проводим. То есть 4-й конгресс в этом отношении не стал каким-то уникальным. Но мы проводим впервые выставку достижений некоммерческого хозяйства, так мы ее назвали. И более 200 проектов наших некоммерческих организаций будет представлено на этой выставке. Я думаю, что все, кто будет присутствовать на торжественном закрытии у нас, на торжественном праздничном мероприятии, которое пройдет в Доме пионеров, бывшем сейчас ОЦДО, то я думаю, что они увидят те дела, которые делают наши некоммерческие организации. Насколько они активны. И тот спектр различных мероприятий и проектов, которые реализуются нашими некоммерческими организациями, начиная от тех, что они работают с инвалидами, с определенными социальными группами, те мероприятия, которые проводятся для детей, те мероприятия, которые проводятся в спортивными некоммерческими организациями, мероприятия, которые проводятся ветеранскими организациями. Вот этот весь спектр проектов будет представлен на нашей выставке. Наталья Александровна, давайте расскажем об экспертах Конгресса. Кто из авторитетных специалистов приглашен в Архангельск в этом году? Я хочу сказать, что брендом именно этого нашего Конгресса является как раз состав экспертов, которые приглашены со всех уголков России. То есть наши представители некоммерческих организаций увидят и услышат тех людей, которые сегодня, скажем так, вершат политику на территории всей России именно по перспективным направлениям развития некоммерческих организаций. Я могу сказать несколько, с которыми мы давно уже сотрудничаем, наших экспертов. Это прежде всего Дарья Милославская. Дарья Милославская, председатель Совета некоммерческого партнерства и юристы за гражданское общество. И хочу открыть, так сказать, секрет. Вот буквально 4-5 декабря в Москве проходил большой тоже, большой общественный конгресс некоммерческих организаций. Дарья была удостоена звания, значит, грант 2014 года за работу в некоммерческом секторе именно по направлению нормативно-правовой базы подготовки и работы с некоммерческими организациями. Это эксперт, вот скажем так, уровня очень серьезного. И мы приглашаем ее, она будет проводить свой круглый стол по этому направлению. И работаем и сотрудничаем с ней уже давно. Кроме того, точно так же могу сказать, что все эксперты, конечно, очень высокого класса, но выделяю тех, кого хорошо сама знаю. Вайнер Владимир Леонидович, директор фонда развития медиапродуктов и социальных программ и креативный директор инцентра рекламных исследований «Гранд Приз» из Москвы. Значит, он будет работать на площадке социальное предпринимательство. И у нас участвует во всех конгрессах. И тоже эксперт, скажем так, который практически объездил всю Россию по своему направлению деятельности, рассказывает и готовит представителей некоммерческого сектора. Очень интересный эксперт, который у нас тоже не первый раз была, это Маковецкая Светлана Геннадьевна, директор общественного фонда Центра гражданского анализа независимых исследований «Грани». Она из Перми. Мы с ней знакомы еще очень давно, когда я занималась административной реформой. Она тогда уже была экспертом, которого очень трудно было выцепить сюда, на территориях Англии, потому что ее график был расписан на три месяца вперед. Есть и другие интересные эксперты. Например, Балашова Алла Реонидовна, директор по развитию ассоциаций некоммерческих организаций служения. Она из Нижнего Новгорода. Мы с ней тоже сотрудничаем достаточно давно. Я весь спектр не буду перечислять. Есть эксперты из Новосибирска, Барнаула, Москвы. Как не сказать по нашего эксперта, одного из самых серьезных экспертов в России, директора Архангельского центра социальных технологий «Гарант» Михайлова Марина Евгеньевна, потому что в Архангельской области, да и по всему северо-западу, она, конечно, занимает одно из первых мест. Тут человек, который очень знает хорошо некоммерческий сектор и всегда и активно сотрудничает и взаимодействует, прежде всего с нами, с правительством Архангельской области, по развитию некоммерческого сектора на территории нашего региона. То есть, в общем-то, многие-многие регионы страны представлены, есть у кого поучиться. Да, я считаю, что представлены самые-самые лучшие эксперты, потому что Марина Евгеньевна приглашала, мы приглашали министерство, то есть мы выбирали именно те изюминки, которые нам очень нужны здесь. И я хочу отметить, что Конгресс именно тем и хорош, что мы работаем непосредственно на наших представителей некоммерческого сектора и даем им ту информацию, так сказать, из первых уст, то, что сегодня приоритетно на территории России по развитию НКО. Наталья Александровна, Конгресс проходит уже в четвертый раз. Каковы результаты предыдущих лет? Знаете, я хочу сказать, что Конгресс сам по себе – это уже большой результат. Объясню, почему. Мы проводим четвертый раз Конгресс, он все время набирает обороты во всех направлениях, в том числе и по экспертам, которых я сейчас только назвала. Кроме того, люди могут пообщаться друг с другом, узнать, какие проекты реализуются в той или другой некоммерческой организации. Они могут получить из первых уст те направления развития, которые мы даем им. Непосредственно по круглым столам можно посмотреть, какую тематику мы будем рассматривать на этом Конгрессе. Это достаточно широкий спектр этой тематики. Что еще по Конгрессу? Конгресс – это не только площадка для общения, для обмена опытом, для обучения. Конгресс – это еще подведение итогов того, что мы сделали в течение года. И мы будем награждать победителей различных конкурсов, которые проводились в течение года, и в нашем правительстве, и коммерческими организациями. Поэтому это вот такое, скажем так, итоговое мероприятие, которое проводим всегда в конце года, как бы подводя итоги и спланируя следующий год. Но не только Конгресс определяет вообще уровень развития некоммерческого сектора на территории региона. Значит, какие результаты с Конгресса вообще мы выносим? Прежде всего, мы слышим некоммерческий сектор и, скажем так, корректируем свои планы на дальнейший год, как нам сотрудничать, как нам развивать некоммерческий сектор на следующий год. Это первое. То есть мы обязательно принимаем резолюцию, где ставим себе какие-то задачи, не только себе, вплоть до федерального центра. Следующее. Вот услышав некоммерческий сектор, мы понимаем, что сегодня у нас развитие непосредственно некоммерческого сектора идет в центральной части. Да, это города Архангельск, Новодвинск, Северодвинск. Здесь более-менее все понятно и приятно. Хорошо развиваться некоммерческому сектору. И мы рядом. Поэтому мы сегодня ставим задачу развития муниципальных образований. А значит, мы создаем ресурсные центры, которые могли бы готовить наших представителей некоммерческого сектора именно в муниципалитетах. Вот такие четыре центра мы создали. Это тоже результат общения и работы Северного гражданского конгресса. Кроме того, что еще является результатом? Конечно, то, когда люди обмениваются опытом, они расширяют спектр своих проектов. То есть они уже и проекты пишут такие, какие считают нужным. Кроме того, очень много предложений идет по совершенствованию законодательной базы работы НКО. То есть некоторые наши представители некоммерческого сектора понимают, что есть юридические какие-то загвоздки, по отчетности есть у них вопросы. И что такое социальное даже предпринимательство. Всем нужно знать, что и как реализовывать на будущее. Поэтому Конгресс всегда дает определенный перечень, скажем так, рекомендаций для всех уровнях власти, прежде всего, и для самих НКО. То есть, в общем-то, это еще и площадка для общения некоммерческих организаций и власти. Совершенно верно. У нас в этом году, я прошу прощения, вас перебиваю, у нас в этом году будет еще очень интересные два, скажем так, новых, наверное, направления. Мы впервые в этом году проводим круглый стол с редакторами газет районных и нашими экспертами. То есть, мы хотели бы, чтобы наши редактора услышали, опять же, из первых уст, как развивается некоммерческий сектор, какие планы на будущий год, что нужно делать. Как вот у нас не хватает, наверное, того, что мы мало рассказываем о том, что делают наши некоммерческие организации. То есть, мы много делаем, но мало рассказываем. И поэтому в этом году у нас даже будет, значит, награждаться один журналист, он выиграл один только, НКО, не НЛО. Но то, как представлен некоммерческий сектор в нашем СМИ. Но пока его имя в секрете. В секрете пока, это узнаем мы на нашем Конгрессе. Наталья Александровна, первый год Архангельская область занимает лидирующее место в рейтинге Министерства экономического развития Российской Федерации. Что это дает нашему региону? Ну, если говорить, так сказать, честно, конечно, мне очень приятно, что мы за три года с четвертого места, потом у нас было третье, сейчас у нас второе. Вот на следующий год мы снова будем готовить заявки и пытаться получить, конечно, первое место. Но задача эта очень сложная. Почему? Потому что у нас впереди стоит Красноярский край. Сами понимаете его финансирование, да, всех программ некоммерческого сектора. Мы, конечно, рядом с ним, нам очень трудно именно по этому направлению сравниться. Так вот, мы перешли на второе место только потому, что мы очень большую работу ведем непосредственно с некоммерческими организациями. Не только выделяем субсидии на проекты, да, раздаем субсидии этой некоммерческим организациям, но еще огромную работу ведем непосредственно организационную, консультационную, куда включается и Конгресс. И здесь тоже хочу отметить Центр Гарант, что они нам очень помогают, потому что они обучают некоммерческий сектор, работают с нами в взаимодействии. И вот в этом отношении нашим представителям некоммерческого сектора легче, чем в других регионах. Вот мы держим пока второе место, а надеюсь, очень на первое. Кроме того, второе место в рейтинге программ Российской Федерации в Министерстве экономического развития дает нам еще дополнительное финансирование, которое мы получаем из федерального бюджета. В этом году мы получили более 15 миллионов. И, значит, 46 организаций у нас еще дополнительно получили деньги на свои проекты. Сегодня очень часто звучит тема оказания социальных услуг некоммерческими организациями. Насколько действительно этот вопрос актуален и как он будет раскрыт на Конгрессе? Знаете, эта тема новая, но она в течение этого года уже, значит, очень давно используется, уже работает у нас по этому направлению Министерства экономического развития и конкурентной политики. Они непосредственно ведут это направление. Но так как наш некоммерческий сектор должен активнее участвовать и оказывать социальные услуги, мы специально включили эту тему социальное предпринимательство. Одним из круглых столов будет посвящен этой теме. И тот представитель, о котором я сказала, Вайнер Владимир Леодинович, он будет у нас модератором этого круглого стола. Он ездил даже в Корею для того, чтобы посмотреть, как это, как бы смотреть новые технологии по социальному предпринимательству. Поэтому, я думаю, будет это очень интересный стол. Я приглашаю особенно представителей СМИ там побывать, чтобы узнать, что такое социальное предпринимательство. Ну и потом уже не только для некоммерческого сектора это будет интересно, но для всех других. Да, я думаю, что будет интересно многим. Наталья Александровна, а сколько всего некоммерческих организаций действует на территории Архангельской области? Ну, на 1 ноября, по информации Министерства юстиции, я могу сказать, что у нас 1432 некоммерческих организации, 162 религиозных организаций и 15 конфессий, которые представляют. Еще у нас есть такие некоммерческие организации, мы их тоже называем, что это 800 наших ТОСов территориальных общественных образований на территориях Архангельской области. Вот такое количество. Выделяете ли вы наиболее активные из них? Знаете, я могу сказать, что у нас наиболее активные, наверное, активно участвуют. Это прежде всего организации инвалидов, это ветеранские организации, достаточно активные молодежные организации. Но я не буду называть конкретных организаций для того, чтобы никого не обидеть. А многие ли организации представлены в районах области? Или все-таки централизация больше характерна для наших некоммерческих организаций? Конечно, сегодня основные организации располагаются в городах. Это, в принципе, понятно всем, потому что и уровень людей, которые работают в городах, он более здесь высок, потому что здесь есть доступность всех, в принципе, организаций, где можно поучиться, посмотреть, проконсультироваться. И наша сегодняшняя задача как раз для того, чтобы наши муниципальные образования активно взаимодействовали и создавали условия для работы некоммерческого сектора на их территориях. Мы для этого в этом году проводили конкурс поддержки программ муниципальных образований, которые непосредственно приняты в тех муниципалитетах, где об этом думают. Думают и работают с ними. У нас пять муниципалитетов получили субсидии из областного бюджета на развитие некоммерческого сектора на своих территориях, потому что они представили нам свои программы в соответствии с нашими условиями. Наталья Александровна, в конце программы давайте еще раз пригласим горожан к участию в предстоящем конгрессе. Я приглашаю всех, кто заинтересован, особенно представители некоммерческого сектора, принять участие в нашем северном гражданском конгрессе, который будет проходить с 18 и 19 основные дни конгресса. Будет он проходить на территории высшей школы экономики и управления Архангельской области. Это у нас дом ВЗФИ. То есть вы по-старому, я говорю, чтобы люди сориентировались. Ну и торжественное закрытие, торжественное мероприятие и выставка ВДНХ у нас будет 19 числа. Она будет проходить в ОЦДО. Это бывший дом пионеров. Я приглашаю. Наталья Александровна, спасибо большое за интересную беседу. Спасибо. У нас в студии была министр по местному самоуправлению внутренней политики Архангельской области Наталья Кадашова. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч.